Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Сегодня исполняется 160 лет с момента окончания Кавказской войны. Глава Карачева-Черкесии обращается к жителям республики, ставшая результатом сложных геополитических процессов той эпохи Кавказская война привела к многочисленным жертвам среди целого ряда народов адыгов, абазин, нагайцев, представителей казачества и других. Под угрозой оказалось уникальное нематериальное наследие. Ворожаю глубокую признательность мудрым предкам, сумевшим в самые горестные и тяжелые времена сохранить самобытность своего народа, его уникальные традиции, обычаи, обряды, язык. И наш главный долг сегодня – сохранить богатейшее культурно-историческое наследие. Сегодня в память жертвам Кавказской войны состоялся траурный митинг в Черкесске. Его провели у памятника жертвам Кавказской войны. Представители власти разных национальностей и поколений нашей республики собрались вместе. Они почтили память тех, кто стал жертвами многолетнего и жестокого противостояния мировых империй. Альбина Ламкова продолжит тему. 160 лет назад завершилась самая кровопролитная Кавказская война. День памяти и скорби по ее жертвам был учрежден для того, чтобы помнить о трагических событиях прошлого и чтить память всех погибших. Дата напоминает о необходимости сохранения мира и согласия между народами. Следствием продолжительной и беспощадной войны стали сотни тысяч жизней. Это трагедия, которая затронула наш народ. Абазины, Абхазы, Адыги, Убыхи, другие народы Кавказа. Так получилось, что они покинули родину. Некоторые погибли, некоторые просто ушли. Осталась лишь горстка людей. Там уже на чужбине они также стали известными людьми. Оглядываясь назад, мы должны помнить о настоящем. Поэтому мы должны сохранять свою культуру, свой язык беречь и идти вперед вместе со всеми народами Российской Федерации. Траурное мероприятие началось с обряда дуа и молебна по погибшим. Затем ко всем обратился председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов. Сегодняшний день очень важен для нас. Он дает нам возможность еще раз переосмыслить и осознать, какой ценой дается мирное небо над головой. Мы будем хранить память о жертвах Кавказской войны, трагедия, которая оставила глубокий след в нашей памяти. Испытания того периода не сломили дух наших предков. Благодаря мужеству силы духа и дальновидности они сумели перевернуть сложные страницы истории. Остаться верному, сделанному однажды, судьбоносному выбору, сыгравшую важнейшую роль для всех народов, отметил Мурат Аргунов. Сказав, что этот выбор навсегда любить и защищать свою родину, Россию. Людей, которые могли жить и радоваться жизни, уничтожила война, охватившая Кавказ от Дагестана до побережья Черного моря. Породившая эмиграцию северокавказских народов. Мы, жители Карачавия Черкесии, понимаем, что только через дружбу и взаимопонимание, через уважение к обычаям и традициям соседских народов сможем обеспечить себе достойное будущее. Пусть больше никогда не повторится подобное ни с одним народом нашей великой родины, где каждый народ имеет право на свою историческую малую родину, на свой язык, культуру и обычаи. Ровно в полдень участники траурного митинга почтили память ушедших минутой молчания. А по завершению официальной части митинга присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу в память о павших в ходе Столетней войны. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибока, Вести Карачава, Черкесия. Почтили память предков и в Хабесском районе. У подножия мемориального комплекса жертвам Кавказской войны прошел траурный митинг, в котором приняли участие представители власти республики, гости и жители района, учащиеся школ и преподаватели. Мероприятие началось в поминальной церемонии обряда дуа, после которого участники митинга почтили память ушедших минутой молчания. Тематическое выступление, подготовленное учащимися, было посвящено трагическим событиям прошлых лет. Прозвучали стихи, выражающие скорбь черкесского народа. Выступления официальных лиц подчеркивали важность исторической памяти народа и межнациональной солидарности. После участники митинга поднялись к памятнику черкесам, павшим во время Кавказской войны, и возложили живые цветы в знак памяти и уважения предкам. Каждый черкес очень трепетно относится к этой дате и хранит память о прошлых событиях в истории нашего народа. Страдания людей, пережитые ими, в год один раз люди собираются и вспоминают те утраты, которые понес черкесский народ в ходе этой столетней войны. В ауле Алибердуковском стоит первый в мире памятник жертвам Кавказской войны. И каждый год накануне траурной даты в сумеречное время к нему направляется факельное шествие в память о погибших предках в вековой войне за независимость. Присоединилась к ним и прошагала весь путь. По главной улице аула медленно передвигается колонна людей. На переднем плане несут черкесский флаг – символ единства народа, и в этот раз он спущен ниже головы, что означает знак скорби. Совсем молодые ребята и девчата в национальных одеждах проходят мимо жителей, вызывая у зрителей чувство собственного причастия к происходящему. Каждый год организаторами шествия традиционно выступают работники районного отдела культуры, которые при помощи учителей приобщают учащихся школ к познанию истории родного народа. 101 год ни один народ в мире не воевал. И каждый ребенок, каждый подросток должен это знать, брать урок с прошлого. И каждый должен понимать, что война несет слезы, потери. И причиной того, что сегодня черкесы живут в 56 странах мира – это вот эта война. Здесь, у мемориального комплекса участников шествия ждут неравнодушные жители и гости аула, которые специально приехали для участия в поминальных обрядах. От горящего факела в руках молодого черкеса, символизирующего вечный огонь памяти, был зажжен традиционный очаг, как символ возрождения народа. Как Казанок Ожабагов, философ Адыгский сказал, кто шагает в ногу со временем, тот имеет будущее. Я думаю, что сегодня мы живем в стране, в многонациональной стране. И мы должны, конечно же, не забывая свою историю, идти вперед, шагать, учить своих детей, воспитывать, поднимать в ногу со временем. Перед собравшимися выступили официальные лица района администрации и общественных организаций, которые подчеркнули, что традиции и значение этого дня заключаются не только в уважении к прошлому, но и в понимании того, насколько значима каждая жизнь и, как важно, мирное существование для человека, независимо от его национальной принадлежности. Участники мероприятия также познакомились с выставочным материалом этномузея, посвященным основателю памятника Михаилу Хутову. Здесь собраны биографические сведения о нем, фотографии и архивные документы. Я горжусь тем, что я ношу имя своего дедушки, я горжусь тем, что он разбудил весь Кавказ. Все адыги мира знают, что была такая жестокая война, которая длилась 101 год. На склоне холма золотым отливом высвечивается 12 звезд и 3 стрелы. На флагштоке развивается черкесский флаг при свете восходящей луны. Мемориальный комплекс готов к памятной дате. И сегодня, 21 мая, к 160-летию со дня окончания Кавказской войны, в Альбердуковском произошло еще одно знаменательное событие, которое теплом откликнулось в сердцах аульчан. После траурного митинга состоялось торжественное открытие мемориальной доски и присвоение улицы имя человека, увековечившего память героически сражавшихся за свою родину черкесов. Рядом с первым в мире памятником, черкесом, жертвом Кавказской войны, располагается маленькая аульская улочка, которая ведет к побережью горной речки Малый Зеленчук. С этого дня она будет носить имя основателя мемориального комплекса Михаила Хутова. Таким образом, жители аула Ихабесского района выражают свое почтение и дают дань памяти человеку, который вписал в историю адыгского народа свое имя золотыми буквами. Фатима Даурова, Мухаммед Ашубоков, Михаак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. К теме Кавказской войны мы вернемся после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14, днем в горах до 18, температура ночью 6-11, в горах плюс 1-6, днем 19-24 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, и днем будут порывы до 14, температура ночью 9-11, днем 22-24 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Жертвами Кавказской войны были и тысячи нагайцев. В памяти предков погибших в те годы установлен мемориал. Он находится на небольшой возвышенности в ауле Адиль-Халк. Ежегодная общественность Нагайского района, представители правительства республики, общественных и религиозных организаций собираются на памятное мероприятие. Трагические события 160-летней давности вспоминались сегодня на митинге. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. После официальной части возложили цветы к памятнику. Митинг памяти жертв Кавказской войны состоялся и в селе Красный Восток, где компактно проживают абазины. В 2010 году здесь был установлен мемориал. И ежегодно, 21 мая, здесь собирается руководство Малокарачевского района, жители села и гости со всей республики, чтобы вновь вспомнить об этой трагедии, в результате которой погибли и потеряли кров, а также были вынуждены покинуть родину тысячи адыгов, абазин и представители других кавказских народов. Хоть и прошло 160 лет, но эта война болью отзывается в сердцах потомков, говорили собравшиеся. Ровно в 12, как и везде, погибших в той кровопролитной войне почтили память минутой молчания. Затем возложили цветы к монументу. Сегодня во Дворце культуры Черкеска прошло театрализованное представление, посвященное 160-летию окончания Кавказской войны. Трагические страницы истории войны были представлены перед глазами зрителей. Актеры Черкесского и Абазинского театров талантливо, артистично смогли передать те страшные события. Музыкальное сопровождение и использование световых эффектов позволили прочувствовать трагизм судеб этого военного конфликта. Посредством игры мы хотели показать историю Кавказской войны и как наши предки в эти тяжелые жизненные ситуации смогли выстоять и сохранить себя, отмечают работники Черкесского театра. В Министерстве образования подвели итоги уходящего учебного года и определили задачи на будущий. Центральным вопросом повестки дня была подготовка к проведению единого государственного экзамена. Заседание коллегии прошло в Малом зале правительства республики. Подробности у Али Баташева. Основной вектор развития системы образования было и остается повышение качества и доступности всей системы образования в нашей республике. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов отметил, что по инициативе главы республики для решения этих задач разработана региональная программа по повышению качества и доступности образования. Она включает модернизацию и реконструкцию строительства новых объектов в системе образования. За период реализации государственных программ, национальных проектов в республике отреконструировано и построено 73 дошкольных образовательных организаций. В этом году мы приступим в рамках нашей региональной программы и по поручению главы мы выделили более 200 миллионов рублей на проведение капитального ремонта детских садов. Это в каждом муниципальном образовании. С 2023 года в республике идет строительство пяти школ. Такого объема строительства в республике еще не было, отметил Мурат Аргунов. В селе Учкикин на 960 мест мы школу открываем уже в этом году. Это четыре школы, которые мы также завершаем в этом году. Это Адыхабольская школа, Хабейская школа, школа в Кардонике и в городе Черкесске. Среди задач, которые предстоит решить ведомству, кадровое обеспечение системы образования, перенагруженность учителей отчетностью, повышение роли родительского сообщества. Важной задачей на ближайшее время является проведение ЕГЭ. Оно начнется с 23 мая, отметила министр образования и науки Инна Кравченко. В этом году его будут сдавать 1888 человек. Во всех аудиториях будет работать видеонаблюдение и система средств подавления связи. А все сданные работы будут проверяться представителями другого субъекта Российской Федерации. Основная наша задача с вами – это провести ЕГЭ объективно и, конечно, создать комфортные условия для всех наших ребят, равные условия, которые будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Поэтому прошу руководителей муниципальных органов управления образования довести эту информацию до выпускников и родителей. Также в ходе коллегии с докладами о подготовке и принятых мерах к проведению государственной итоговой аттестации выступили представители заинтересованных министерств и ведомств Карачаева-Черкесии. Состоялось награждение самых достойных грамотами и благодарственными письмами от главы республики. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Жители Черкеска выбрали территорию для благоустройства в 2025 году. Большинство граждан приняли участие во всенародном голосовании за общественные территории и дизайн-проекты. Свыше 17 тысяч горожан выбрали благоустройство Покровского парка. Всенародное голосование проводит Министерство России совместно с «Единой Россией», автор партпроекта «Городская среда». В следующем году здесь полностью преобразятся различные зоны отдыха, в том числе детские и спортивные площадки. Они будут оборудованы мягким безопасным покрытием, с современными, качественными, яркими игровыми элементами, интересные детям разных возрастов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Свет в окне». Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok